всем привет дорогие друзья сегодня мы с вами посмотрим на новиночку от компании fly это nimbus 11 очень бюджетный смартфон достаточно такими интересными техническими характеристиками интересными в кавычках конечно же это новое видео мы начинаем поехали мы не встаем вас ознакомливать с новинками компании fly и к сожалению компания fly скажем так преобладает на рынке очень бюджетных смартфонов я не знаю для кого эти смартфоны делаются но эти смартфоны очень очень хорошо покупаются в российской рознице я не понимаю почему можно чуть-чуть добавить 100 к стоимости действительно включить интересные технические характеристики но один из наших скажем так зрителей выразил свое предположение что компания fly сама не производит никакие смартфоны делает все это оем производители соответственно в китае по требованию тех сетей которые соответственно ими торгуют итак перед нами nimbus 11 все такая же новая коробка 2016 года имеет следующие технические характеристики если поставите на паузу можете их прочесть четырех с половиной дюймовый экран tft матрица в 900 даже 854 на 480 процессор 6737 смартфон абсолютно новый нигде он до этого не был в комплекте имеют следующие это достаточно не очень хорошего качества гарнитурка это зарядный блок давайте посмотрим его емкость друзья вы не поверите 5 вольт 0 5 ампера ну что ж да мне все таки интересно я не устану конечно же рассказывать хотя в принципе компания fly мне не платят за данные обзоры просто я хочу ознакомливать вас не только с теми смартфонами которые существуют на китайском рынке в том понимании которым мы знаем это все в стороночку я хочу вам рассказывать и в том числе о тех смартфонах которые представлены в наших магазинах не все компании сотрудничают соответственно с нашим каналом ну что ж друзья в принципе если смотреть вот так вот на смартфон то очень даже ничего по мощнее бы железо может быть чуть подороже он стоил стоит он по моему 5990 рублей мы видим что здесь камера на 5 мегапикселей на 1 мегапиксель по моему передняя камера две сим-карты карта памяти батарейка емкостью 1 1700 миллиампер час съемная крышка кстати достаточно интересная из текстурированного пластика давайте уже снимем и посмотрим на сам смартфон на его соответственно дисплей по органам управления четыре с половиной дюйма не очень хорошее разрешение у самого экрана есть на экранные кнопки без подсветки не на экранные точнее на корпусе у нас есть кнопочки без подсветки сзади у нас есть прорезь под динамик конечно же основная камера на 5 мегапикселей как я говорил ранее светодиодная вспышка надпись что это fly сверху нас есть зарядка micro usb и три с половиной джек дек под наушники слева и грани у нас ничего нету справа у нас есть клавиши регулировки громкости она пластиковая от смартфон полностью сделан из пластика впереди у нас конечно же есть разговорный динамик фронтальная камера которую в принципе вообще не надо пользоваться кнопка включения выключения и на этом наверное все основное преимущество данного смартфона почему стоит допустим присмотреться к нему именно они допустим предыдущим новинкам от компании fly nimbus там 10 или nimbus 8 который у нас кстати есть тоже на канале здесь присутствует lte 4g потому что здесь соответственно процессор поддерживающие работу в данных частотах друзья я выпущу распаковку данного смартфона и как всегда если вы напишите в комментариях что стоит сделать обзор на данный смартфон я его более детально посмотрю более детально потестирую а сейчас я вас просто ознакомливаю с тем что на самом деле графический ключ продолжить подтвердить очень очень плохо нажимается очень плохо нажимается экран друзья я не могу здесь врать не могу далее приложение настройки не отвечает ну короче это полный фейл nimbus 11 не имеет права на существование потому что в принципе можно купить смартфон который будет не лагать в китае лучше подождать две-три недельки простите меня компания fly но такие смартфоны в 2к 16 а тем более он подходит концу этот год наступая наступит скоро совсем 2017 год такие смартфоны просто не имеют права на существование потому что еще 3 4 5 лет назад те смартфоны из китая которые были со стилусами и с выдвижными антенками работали более адекватнее чем такой смартфон извините но у меня бомбануло я не могу своим пользователям рекомендовать данный смартфон к покупке я не знаю почему вы до сих пор производите данный смартфон покажите мне тех людей которые покупают у вас эти смартфоны в евросети в связном и вообще где-либо зачем вообще производить такое говно честно вот отстой отстой полнейший я просто не вижу никакого повода приобрести данный смартфон для того чтобы человек впервые хорошо давайте предположим что это школьник или давайте предположим что это какая-нибудь бабушка которая в принципе только начинает свое знакомство с технологиями 21 века и когда ей внук или сын или дочка приносит такой смартфон и говорит вот бабушка я тебе купил или купила на пользуйся человек реально даже просто попасть в клавишу не может если мы друзья с вами более-менее понимающих технологиях и более-менее разбирающих в этом в этом всем но почему вот я вам сейчас просто покажу приложение не отвечает не отвечает экран гаснет но вот какая какая здесь распаковка о чем может идти речь какой обзор у этого смартфона может быть меня честно бомбит сейчас я не знаю не выпускайте пожалуйста такие смартфоны прислушайтесь для кого кто их покупает покажите проведите мне социологические опросы распалок проведите социологические вопросы у себя на сайте дайте заполнить людям анкеты в магазинах розничных магазинах евросеть в основном вы сотрудничаете с евросетью кому нужен этот чертов смартфон извините меня пожалуйста за май мат в общем друзья подписывайтесь на канал потому что мы ждем более адекватные гаджеты соответственно из китая конечно же будет у нас обзорчик на новиночку spark plus на относительную на веночку spark plus вы скажем как все-таки подсказал повел себя смартфон с двумя гигабайтами оперативной памяти стоит ли его покупать в конце 2016 года или нет или стоит ли заказать смартфон из китая в общем данную распаковку считаю оконченным это не спаковка это в большей степени бомбеж всего доброго все ссылки будут в описании под этим видео пользуйтесь нашим купонным сайтом gadgetmania.ru для того чтобы искать полезный находить полезные скидки купоны распродажи во всех интернет магазинах китая и не только совсем скоро увидимся всего доброго пока пока